Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину среди нижегородцев составил 84%, что выше, чем в среднем по России. Что касается региональной власти, результаты опроса показали, что 70% нижегородцев оценивают качество работы руководства города как среднее и ниже среднего. Борьба белого и рыжего бамперов продолжается на нижегородских дорогах. Предприниматель Комараков снижает цену до 10 рублей. Бизнесмен Каргин раздает листовки против оппонента. Нижегородцы к этому противостоянию относятся спокойно, лишь бы возили бесплатно. Эксперты отмечают, что борьба ведется вовсе не за пассажиров, а за сверхвыгодный маршрут. Нижегородская автоледи Дарья Белова получила один год и три месяца колонии-поселения. Областной суд признал ее виновной в трагедии на ступеньках торгового центра этажи. Сегодня, 23 мая, в Нижнем Новгороде стартовал Вазари-фест. Первый фестиваль текстов об искусстве в формате книжной ярмарки продлится до 26 мая в Арсенале. Для тех, кто любит говорить, читать и слушать об искусстве, вход свободный. Андрей Кулебин, чемпион мира по тайскому боксу. Чемпионский пояс белорус получил на турнире Гран-при Russia Open, который прошел в Нижнем Новгороде накануне. Артем Пашпорин, воспитанник местного клуба «Панчер», после ряда тяжелейших пропущенных ударов в экстра-раунде остался серебром. КОНЕЦ